Всем привет! И перед началом ролика я напоминаю, что больше образовательного и мотивационного контента можно найти в телеграм-канале. Переходите по первой ссылке в описании, подписывайтесь. А сегодня я решил записать небольшой ролик о побочных или же другими словами второстепенных предметах. Вопрос, что делать с данными предметами, достаточно сложный. Есть много нюансов. Поэтому в этом видео я просто поделюсь своим опытом и расскажу о стратегиях, которыми пользуюсь сам. Во многом все зависит, конечно же, от преподавателя и степени второстепенности этой самой дисциплины. Но сначала давайте все-таки подробнее опишем ситуацию, ведь четкая формулировка проблемы есть половина пути к ее решению. Итак, в любом семестре, помимо профильных дисциплин, обязательно будут какие-то второстепенные предметы, которые вам покажутся странными, бесполезными и вообще говоря лишними. Ну, например, изучаем мы суровый матан, линал, ангем, и вдруг на горизонте появляется цифровая культура. Возникает ощущение потери времени на что-то бесполезное. Так еще и с преподавателями зачастую возникает проблема. На второстепенных предметах заданий дают больше, спрашивают строже и сдавать их, как правило, сложнее. И в один момент приходит мысль, что тратишь силы совсем не на то. Ведь профильные дисциплины набирают обороты и возникает вопрос, а что делать, чтобы добиться максимальной эффективности? Другими словами, что нужно сделать, чтобы спокойно заниматься профильными предметами, уделять им основную часть времени, но при этом не запустить побочку? Ведь так или иначе мы не хотим попадать на пересдачи, какая бы дисциплина ни была. У меня есть две основные стратегии, которые я использую для успешного выхода из данной ситуации. Но все они имеют общее начало. Нужно узнать у преподавателя точно, что нужно сделать для сдачи его предмета. То есть, какие задачи оформить, что решить, в каком количестве, в каком формате и так далее и тому подобное. Итак, первый вариант. Теперь, когда мы узнали, что нам предстоит, нужно вложить максимум усилий прямо сейчас, в начале семестра. Безумцем начать выполнять требования, начать решать задачи. Быстро, четко и качественно. Короткие сроки требуется сделать как можно больше. Сразу сдать, ходить на все пары и спрашивать подсказки у преподавателя, писать на почту и так далее. То есть, пик нашей активности приходится на начало семестра. Главным плюсом данного варианта является то, что прибегают к нему немногие. Это наш главный козырь. Преподаватель может больше помогать, закрывать на что-то глаза, быстрее отвечать. И даже просто ставить плюсики за то, что ты один из первых сдаешь и стараешься. К остальным будет больше требований. И как только большинство, а желательно все будет закрыто, преподаватель сам скажет, что ходить больше не требуется. Ты уже победил. Ну, либо же будет предполагаться, что ходить надо. Но в любом случае, мы уходим в подполье. Не выходим на связь до последнего месяца перед сдачей предмета. Не приходим на пары, если посещаемость не так сильно влияет. У нас сделан основной рывок. Теперь пришло время наверстывать профильные дисциплины и уделить все время им. Как вы понимаете, первый вариант для особо ответственных. Второй вариант будет в некотором смысле противоположный. Он требует стойкости и упорства. Если есть сомнения, что не сможешь пройти этот путь, то лучше не начинать. Итак, для начала нужно максимум информации о преподавателе от старшекурсников. Разведать почву. Что да как было год назад, два года назад, три года назад. Мы обязательно ходим на первые пары в семестре. Определяем уровень опасности, что называется. После чего резко перестаем ходить на эти пары вообще. Игнорируем любые бросы от одногруппников. Что тем, кто не ходит, будут какие-то дополнительные задачи, штрафы и так далее. Сейчас нам нужно сосредоточиться на профильных дисциплинах. И главная цель закрыть все контрошки и ботать по максимуму основные предметы. Как только опускаешь руки, этот план мгновенно срывается. Почему так происходит? А все просто. По бочку мы уже запустили. Если запустить еще и профильные предметы, будет крайне больно. Поэтому ни шагу назад, если мы вступили на этот путь, нужно идти до конца. Нельзя проявлять слабость. Ботаем профильные дисциплины. За счет сэкономленного времени нужно справиться с контрольными работами и хорошо сдать коллоквиумы. Ближе к концу семестра мы начинаем ходить на пары, которые запустили. Точный выход из игнора зависит от степени опасности предмета, которую мы определяли в начале. В конце не пропускаем ни одну пару. Начинаем решать все задачки, сдавать работы. И подходить к преподавателю, спрашивать его, что нужно сделать дальше, что нужно еще решить, что закрыть, как сделать и тому подобное. Скорее всего, первое время преподавателю будет сильно не нравиться, что ничего было не сделано, а вдруг тут началась такая суета. Наша задача терпеть и работать. Терпеть и работать. Мы выиграли кучу времени, когда пропускали пары в начале, поэтому сейчас нужно приложить двойные, а то и тройные усилия к данному предмету. Да, придется немножко помучаться, но в конце концов, если все будет сдано, проблем быть не должно. Другими словами, данный вариант можно назвать плохой хороший студент. Плохой студент в начале, хороший студент в конце. И мы с вами знаем, что конец, как правило, запоминается лучше. Вот такие две стратегии обычно использую я. Когда как. На разных побочных предметах получается по-разному. Иногда комбинация сразу двух вариантов. Еще раз подчеркну, что я никого не призываю пропускать пары. Мы все-таки поступили в университет учиться. Поэтому относитесь к моим словам с умом. Берегите время. И если пропускаете пары, то постарайтесь это время провести с пользой. А также создавайте свои стратегии. Адаптируйтесь, выигрывайте, развивайтесь. Я желаю всем найти подходящий путь в освоении побочных и основных дисциплин. А на сегодня все. Теперь уже встретимся в кружочках в Телеграме и на стримах на Ютубе. Ближайшее воскресенье в 18.00 по Москве. До встречи!